Пик пассажироперевозок предновогодний транспортный бум начинается на вокзалах по всему Китаю. История праздника весны. Шанхайский музей собрал экспонаты о традициях празднования Нового года по лунному календарю. В Харбин предпраздничные туристические возможности города привлекают тысячи жителей страны в зимний период. Эти и другие события далее в программе «Время Евразии». Здравствуйте, в эфире программа «Время Евразии». Мы расскажем вам о главных событиях региона. В Китае начался предновогодний транспортный бум. За два дня до праздника весны в путь отправились более 8 миллионов человек. Нагрузка на железнодорожную сеть при этом резко возросла. О том, как вокзалы справляются с транспортными проблемами, расскажет следующий сюжет. Город Гуанчжоу на юге Китая в последние несколько дней переживал сильную непогоду. Здесь не прекращали снег с дождем. Это повлияло на график работы поездов. 24 состава отправились по маршруту с опозданием больше, чем на час. В результате местному руководству пришлось применить план действий на случай чрезвычайных ситуаций. Ситуацию уладили. Вокзал работает в привычном режиме. Но пассажиров всё равно просят не приезжать раньше, чем за три часа до отправления поезда. По данным мониторинга в режиме реального времени, на Гуанчжоуском вокзале примерно столько же пассажиров, сколько и вчера. Или даже меньше. За счёт повышения эффективности обслуживания пассажиров. В ближайшие два дня на рельсы поставят восемь дополнительных высокоскоростных поездов для тех пассажиров, которые задержались на вокзале больше, чем планировали. Между тем, жители ряда провинций столкнулись с другой проблемой. На некоторые направления не хватает билетов. Билетов в общем хватает. Но не в Харбин и не в Чинду. А в город Цунцин остались только билеты на стоячие места. Не лучшей ситуацией в городе Сиань, провинции Шинси. Билеты отсюда в крупные города, такие как Пекин, Шанхай и Чинду, уже проданы. Местные власти вывели на работу 26 дополнительных составов. Всего за сутки с местного вокзала в путь отправились больше 100 тысяч пассажиров. Ради безопасности ожидающих на вокзале дежурят наряды вооруженных полицейских. Встаньте в очередь, пожалуйста. Это зелёный коридор. Тем, кто отправляется до 12 часов дня, нужно стоять в правой очереди. Мы ожидаем, что самый большой наклыв пассажиров будет 5-6 февраля и в первой половине дня 7-го. Это три дня перед Новым годом по лунному календарю. В этом году железная дорога предложила нововведение. Если раньше билеты на поезда в интернете можно было купить не позже, чем за 2 часа до отправления поезда, то теперь за полчаса. Подработать во время каникул и улучшить разговор на китайский – хороший шанс для студентов-иностранцев. Курьерские компании «Шанхай» открывают новые вакансии, тем самым решая вопрос нехватки курьеров во время новогодних праздников. Китайские рабочие в эти дни предпочитают устраивать себе каникулы. С подробностями мои коллеги. Студентка из России Яна и испанец, проживающий в Китае много лет и даже называющий себя уже исключительно на китайский манер, Вэн Лун сортирует посылки. Яна совсем недавно приехала в Шанхай из Уханя, где получает высшее образование. Я никогда раньше ничем подобным не занималась, просто стала интересно попробовать. Если мне понравится, то, может, даже и на постоянной основе останусь. Обязательно понравится, уверен Вэн Лун. Он готов часами перечислять плюсы своей работы. Я очень хорошо город изучил, каждую улицу Шанхай знаю. Но больше всего мне нравится, что каждый день встречаешь много людей, очень много общаешься. Практика китайского действительно великолепная. Здравствуйте. Вы сейчас дома? Это служба доставки. Дома? Хорошо. А вот отношение местного населения к иностранным курьерам неоднозначное. Иностранец посылки носит. Это что-то новенькое. Только зачем ему это? Они же у китайцев рабочие места забирают. С другой стороны, в новогодние праздники у китайских курьеров выходные. Посылки некому разносить, кроме этих ребят. Они молодцы, могли бы во время каникул гулять, а они работают. Это и доход, хоть и небольшой, и жизненный опыт. Новогодние праздники – самая горячая пора для иностранных курьеров. В день они разносят примерно по 20 посылок. В основном в центре Шанхая работают. В районах Хуанпу, Дзинань, Чаннин и Пудун. Сейчас в шанхайских службах доставки уже 20 курьеров-иностранцев. Для большинства из них это временная подработка. Хотя никто не исключает, что в будущем свяжет свою жизнь с логистикой. Юлия Жень, Голинь, Си-Си-Ти-Ви. Экологически безопасные фейерверки на пике продаж в Пекине. Популярность современной пиротехники обоснована загрязнением воздуха. И чтобы сократить количество выбросов в период праздника в весны, власти страны ограничили сроки продаж обычной пиротехники. Еще одна мера ограничения – время запуска салютов. Подробнее далее. Сезон продажи фейерверков в Китае стартовал 2 февраля. Лю Шу Хуа в этом бизнесе 10 лет. И в этом году женщина заметила неожиданную тенденцию. Количество точек продажи пиротехники в окрестностях сократилось до двух. Но даже при отсутствии конкуренции предприниматель ломает голову. Как привлечь клиентов? Чтобы увеличить спрос, закупила новые нестандартные салюты. Сейчас столько видов фейерверков, посмотрите. Но даже такое обилие продажам не способствует. Последний шанс что-то заработать будет в канун Нового года. Среди главных причин падения спроса – желание сэкономить и защитить окружающую среду. В последние годы в Китае обострилась проблема загрязнения воздуха. И многие социально ответственные граждане просто не хотят ситуацию усугублять. Я уже много лет не покупаю фейерверки и хлопушки. Это дорого, загрязняет воздух и добавляет работы дворникам. Для нашей семьи достаточно собраться вместе, чтобы посмотреть галоконцерт. В связи с зеленым курсом популярность стали приобретать экологически чистые фейерверки и хлопушки. Такие салюты производят по особой технологии – без серы и пороха. Дыма не будет, а использованные элементы легко разлагаются или поддаются переработке. Технологии совершенствуются, а цены неизменны. Средние и малые фейерверки, как и в прошлом году, стоят юаней 300. А вот популярные ранее комплекты пиротехники стоят больше тысячи и спросом не пользуются. Я в лучшем случае куплю два маленьких фейерверка, которые можно безопасно держать в руках. Ведь главное – это атмосфера праздника, а не размах салюта. Зеленые фейерверки – это выход, но столичные власти принимают дополнительные меры защиты качества воздуха. Время для салюта в Пекине строго регламентировано. Запускать фейерверки разрешено только в первый и пятый день Нового года по лунному календарю. Ко всему прочему, сроки продажи пиротехники сократились на 12 дней. А количество торговых точек уменьшилось в четыре раза, едва превышает 700 стендов. Делаются акценты на безопасность. У каждого взрывоопасного магазина имеются огнетушители и установлены камеры видеонаблюдения. Шанхайский музей собрал традиции празднования Нового года по лунному календарю. В городе открылась экспозиция, посвященная истории праздника весны. На ней собраны больше сотни экспонатов, многие из которых взяты у простых жителей города. Подробности далее. Аппликации, вырезанные из бумаги и иероглифы, означающие пожелание счастья, непременные элементы празднования Нового года. А еще это красные конверты хунбао с подарочными купюрами для детей и неженатых взрослых. Музей собрал больше 50 таких конвертов, самый старый времен поздней династии Цин. Он намного больше, чем современные версии. В прошлом богатые семьи обычно готовили к празднику самые разные подарки, не только деньги. Конечно, все невозможно было вместить в фунбао. Поэтому они вкладывали в конверт только список, по которому и вручали все остальное. Раньше популярным хобби для китайских аристократов были птичьи бои. Боевых птиц выращивали специально, а теперь их в клетке собирают коллекционеры. Когда год подходил к концу, людям нравилось расслабляться и не тревожиться о делах. В Шанхае люди чаще всего проводили время в парках с друзьями. Наблюдая за птичьими боями, беседуя с родными, они получали удовольствие. Такой досуг был очень популярен, когда общество было преимущественно аграрным. Среди других экспонатов старые фейерверки и хлопушки, календари и другие бытовые предметы. «Когда мы были молодыми, мы всегда с нетерпением ждали праздников весны. Эта старая посуда напоминает мне о времени, когда мы всей семьёй собирались за столом преддверенного года. На столе был китайский самовар, и от него всегда поднимался парк. Сейчас мы уже, конечно, так не собираемся». Посетители могут принять участие в 30 видах праздничного досуга, которое музей подготовил специально для них. Экспозиция будет работать до 29 февраля. Анна Санюкевич, Си-Си-Ти-Ви. Зимой Харбин китайские туристы выбирают именно для семейного отдыха. Город на северо-востоке страны привлекает десятки тысяч путешественников не только зимними пейзажами, но и уникальными скульптурами изо льда и снега. Наш корреспондент заглянула в кристально чистый мир сказок. Виск, бензопил, шум стомесок и тонны речного льда. Фестивали ледяных скульптур давно стали неотъемлемой частью встречи нового лунного года в северо-восточной провинции Хэлундян. Административный центр город Харбин такими фестивалями известен далеко за пределами Китая. Особо ценится международный конкурс ледяных скульптур. Ежегодно на него съезжаются профессионалы по фигурной резке льда со всего мира. В этом году, кстати, уже в 30-м в истории конкурса соревнуются дуэты из 11 стран, включая Китай, Россию, США, Италию и Монголию. Задача одна на всех – сделать из главы льда настоящее произведение искусства. 82-летняя Татьяна – самая опытная участница Харбинского конкурса. Приезжает на него в седьмой раз. И, как сама признается, не столько ради победы, сколько из-за любви к городу. Я родилась в Харбине. У меня к нему особые чувства. И я стараюсь выразить их в своих работах. В этом году мы решили сделать довольно необычную композицию. Поместили рыбу в туфлю. Это символ произошедших здесь перемен – превращение Харбина из маленькой рыбацкой деревни в современный мегаполис. Воплотить творческий замысел скульпторам помогают специальные инструменты и методы обработки льда. Свои ноу-хау есть у каждой команды. Этим приспособлением можно придать льду блеск, этим резать, а вот таким утюгом мы пользуемся, когда нужно что-нибудь склеить. На создание ледяной скульптуры конкурсантам дают три дня. Победителей определяет профессиональное жюри. Лучшие из конкурсных работ на месяц становятся украшением городского тематического парка «Мир льда и снега». Крупнейшего из подобных во всем мире. Харбинский мир льда и снега – это еще и место проведения международного фестиваля ледяной и снежной архитектуры. Настоящий город в городе появляется в Харбине каждый год усилиями местных властей при поддержке госуправления по делам туризма. Особенно впечатляющее это снежно-ледяное царство выглядит вечером, когда снаружи и изнутри каждое строение подсвечивают сотни разноцветных ламп. Польбоваться на чарующее зрелище сюда только в январе приехали более миллион туристов. Сильные морозы гостей не пугают. Способов согреться здесь в избытке. Отличные горки. Конечно, холодно, но все равно ощущения невероятные. Я с юга. Впервые тут. Очень все нравится. Я словно попала в сказку. Необычный аттракцион подготовил для жителей и гостей Харбина местный океанариум. К зимним развлечениям здесь приобщают пингвинов. На территории близкомплекса питомцы по несколько часов в день катаются на специально построенной для них горке. На льду в целом чувствует себя уверенно, хотя время от времени не обходится и без забавных падений. Они такие милые. Меня переполняют эмоции. Очень хочется взять кого-нибудь из них на руки. Соревнования Маджей – еще один способ интересно провести время в Харбине. Устраивают зимние заплывы на реке Сунгари уже 16 лет к ряду. К слову, среди участников все больше представителей южных регионов. Бросить вызов ледяной воде в этом году решились более 600 человек со всего Китая. Моржевание – очень увлекательное занятие. Сейчас только рукам холодно, тело замерзло меньше. Все-таки у нас большой опыт, мы плаваем зимой уже 10 лет. У нас, в провинции Хэнань, температура не опускается ниже минус 10 градусов. Я первый раз плавал на 20-градусном морозе. Ощущения непередаваемые. Ну а это уже не Харбин, а город в 300 километрах от него – Мутандзян. Здешнее озеро Динпо – излюбленное место моржей экстремалов. Ди Хуанчань – один из них. 33 года подряд он совершает свой знаменитый прыжок с вершины замерзшего водопада в озеро. Увидеть своими глазами этот захватывающий трюк и полюбоваться природой – сюда приезжают тысячи туристов со всей страны. Мне просто очень нравится чувство полета над этими великолепными пейзажами. Приглашаю всех побывать на нашем озере Динпо. Оно невероятно красивое. Здорово. Раньше по телевизору видела что-то подобное, но вживую – это совсем другие эмоции. Прыжок в воду в такой мороз – очень смелый поступок. Найдут чем заняться в провинции Хайлунзян и любители более традиционного отдыха. Наибольшей популярностью у гостей региона в этом смысле, конечно, пользуются Харбин. На термометрах минус 20, а центральный пешеходный проспект города даже оживленнее, чем летом. Прогулку на морозе заполняет, казалось бы, не самое подходящее для этих температур угощение. Очень холодно, еще тут красиво, много снега. Удивляюсь, что в такой холл здесь едят столько мороженого. Съездить зимой в Харбин и попробовать местного мороженого, причем именно на морозе. Многие китайцы даже не допускают такой мысли. Сладкое лакомство под названием «Модерн» давно стало визитной карточкой города. Делать его здесь более 100 лет. Всего два вкуса, но спрос на мороженое это не уменьшает. У киосков с надписью «Модерн» всегда очереди. Особенно это заметно перед крупными праздниками, когда в город приезжают туристы. У жителей страны особенно популярны поездки в Харбин во время каникул по случаю нового лунного года. Город даже входит в десятку основных направлений внутреннего туризма в указанный период. Традиционно много гостей из южных районов. На севере и юге Китая главный праздник страны отмечают по-разному. В поиске новых впечатлений в Харбин ежегодно приезжает немало южан. У нас, к примеру, нет печи и лежанок. Было бы здорово встретить праздник, сидя за столом на такой печи. На юге празднуют по-другому, поэтому очень интересно увидеть, как это происходит тут. Власти Харбина уверяют, жалеть об этой поездке точно не придется. Празднование главного торжества в году в этом северо-восточном городе обещают быть по-настоящему жарким. Не будет недостатка и в развлечениях в первые дни нового года по лунному календарю. Выбор поистине огромный, так что организовать свой отдых здесь без труда смогут даже самые требовательные путешественники. Бамбуковый медвежонок Бэй Бэй продолжает познавать мир. Накануне он вышел впервые в открытый вольер. Все это время медвежонка сопровождала его мама Мэй Сян. Сначала шестимесячный Бэй Бэй осторожно обследовал территорию, потом начал резвиться и попытался залезть на дерево. Впервые малыш появился на публике в пятимесячном возрасте в закрытом вольере. Бэй Бэй проживет в национальном зоопарке в Вашингтоне вместе с родителями мамой Мэй Сян и отцом Тянь Тянь. С китайского языка Бэй Бэй переводится как сокровище или драгоценность. Им и имя дали супруги глав Китая и США во время визита в Вашингтон председателя КНР Си Дин Пина. Таковы главные новости по версии журналистов телеканала Си Си Тиви Русский. Оставайтесь с нами, впереди вас ждут подробности. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!